Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Некрос, и мы продолжаем проходить игру Жизнь и страдания господина Бранта. Очень сложный выбор. Поддержать отца, но тогда Глория будет очень сильно расстроена. Или, может быть, попробовать... Ну, лгать отцу не хочется, потому что Герой, как я уже говорил, идет по дворянскому пути. Но также наш персонаж накопил много сил. И что? И отец говорит так, что типа Стефан расправился с обидчиками в одиночку, но при этом о главном герое ни слова. Хотя главный герой помогал Стефану отбиваться, он его защищал. Давайте-ка мы, наверное, попробуем переубедить его. Лгать ему не будем, а вот так вот сделаем. Потратим накопленную силу. Глядя отцу в глаза, ты говоришь, что не будешь давать лжевые показания. Он же сам судья. Как он может просить тебя лгать в лицо Эльборну? Разве Глория не достойна настоящей справедливости? Или дед прав, и она лишь приживалка, которой положено стыдиться? Но зачем тогда отец вообще взял ее в свой дом, под свою защиту? Говорить такие вещи отцу в лицо нелегко. Ты надеешься, что твой голос звучит не слишком жалко, и что он не обращает внимания на румянец, заливающий твои щеки. Отец внимательно тебя слушает. Морщины на его лбу становятся глубже. Пальцы отбиваете четку по подлокотнику. Это будет сложно, сын. Но ты прав. Ты прав. Я взял Глорию в свой дом, и нужно защищать ее как дочь. Это мое решение, и нельзя от него отказываться. Утром я поговорю со Стефаном. Главное, чтобы об этой перемене не стало известно вашему деду. Настал день суда. Заседание идет в малом зале префектуры. Судьей выступает сам господин Эльборн. Тебя вызывают отвечать первым. Ты рассказываешь, как все было на самом деле. Унижение Глории. Вы со Стефаном приходите на помощь. Стефан защищал сводную сестру. Краем глаза ты видишь, как багровеет дед. Но он сохраняет молчание. По залу идет удивленный шепот. Обвиняемые простолюдины объявляют, что так все и было. Глория громко читала стихи, а они лишь указали, что она ведет себя несогласному делу. Выходит, Стефан сводил счеты с обидчиками сводной сестры и напал первым. А вовсе не защищался. Ты встаешь потверже и, набрав воздуху в грудь, спрашиваешь, не должно ли дворянину блюсти честь родового имени? Не должно, не должно ли? Пусть и Глория не носит фамилию Бранта. Но твой отец принял ее в свой дом. Следовательно, долгом Стефана было защитить ее, как он защитил бы любого из вас. Презрительные смешки несутся по залу суда. Ты только что напомнил городу о позорной истории со вторым браком отца. Тут к ответу вызывают Стефана. Брат нехотя подтверждает твои слова. Косясь то на отца, то на деда. Его рука на перевязи служит главным аргументом. Стефан хотел только, чтобы над Глорией прекратили издевательство. Но юнцы, простолюдины, напали на него. После перерыва Эльборн берет слово. Суд Анизотти признает обвиняемых виновными в нападении на благородного господина Стефана Бранте, защищавшего честь члена своей семьи, Глории. Суд приговаривает всех четверых к истинной смерти через повешение. По залу будто проносится ветер. Виновные побледнели, их матери плачут на взрыд. Каждый присутствующий ощущает жестокую силу закона, безжалостного и справедливого. Эта сила, озвученная приговором, отнимает у четверых подростков надежду на возрождение. Навсегда. Виселица уже готова. Стефан стоит в первом ряду. Отец рядом с ним. Деревянный скрип. Люки под ногами приговоренных проваливаются. Они извиваются в предсмертных муках, хрипя, пытаясь нащупать ногами землю. Дома дед перестает сдерживаться. Он кричит на отца. На тебя. На Стефана. На Глорию. Повторяет, что это позор. Стучит тростью по полу. Отец отвечает, что позором было бы не защитить семью и уйти от взятых на себя обязательств. Стефан, чтобы не спорить с дедом, уходит перевязывать раненую руку. Глория молчит. Но от каждого слова отца словно светится. Молчишь и ты. Да, немножко с дедом отношения испортились. Все закончилось. Глорию больше никто не рискует обижать на улице. А четыре юных простолюдина умерли навсегда. Их семьям преподали жестокий урок. Так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на дворянина. Репутация ухудшилась. Но отношения в семье... А, репутация ухудшилась, отношения в семье улучшились. Благороство повысилось, кстати. Я думал, оно понизится. И духовность еще и повысилась. Ну, слушайте, не так уж и плохо. Отношения с дедом все еще нормальные. А, по-моему, неплохой выбор. Прирожденный дворянин, между прочим. Агония. Стефан уехал вскоре после суда. Один. Дед не отправился с ним. Впервые за долгое время он остался дома дольше, чем на пару недель. Отец говорит, что господин Грегор приболел. Ему нужен отдых и покой. Проходит несколько месяцев. За это время становится понятно. На поправку дед уже не пойдет. Старший господин Бранте все чаще лежит в постели. Иногда впадает в беспамятство и почему-то называет вас Натаном именем отца, Робертом. Если он встает с постели, дом будто вымирает. Слуги прячутся. Матушка запирается в спальне. Вы с Натаном сбегаете на улицу или тихо сидите в комнатах. Встретив кого угодно, дед начинает причитать, что все забыли об уделах. Что каждая шлюха с ребенком может женить на себе благородного дворянина. Что дети не уважают старших. Что сын его предал и разочаровал. Что род Бранте обесчищен. Вся чаще дед стучит в спальню матушки и кричит, что она виновата во всем. Из-за нее дед не найдет покоя в посмертии и будет вечно мучиться у подножия сияющего столба. Однажды вечером ты услышал, как матушка просит отца перевезти деда в его старый дом. Избавить детей от всего этого. Отец отвечает ей резким отказом. Ночь. Надвигаются сухие ветра. Приносящие жару. Дома ты, Натан, Глория и матушка. Дед лежит в своих покоях. Отец отбыл по делам в столицу. Ты зачитался историей империи. Очнулся лишь когда часы в гостиной пробили полночь. Ты задуваешь свечу и собираешься в постель. По коридору раздаются тяжелые шаркающие шаги. Из-под щели виден свет. Дед. Что ему нужно среди ночи? Ты выглядываешь в коридор. Дед, чуть покачиваясь, идет в сторону спальни матушки. Открывает дверь и заходит. Ты слышишь его тихий голос. Беспокойство берет вверх. И ты подкрадываешься поближе, чтобы прислушаться. Грязная просто людинка. Я должен очиститься. Должен спасти свою душу. Ты мой главный грех. Ты. Твоя связь с Робертом. Вся эта семья. И я должен был предотвратить этот брак. Должен был запретить Роберту осквернять этот дом твоим присутствием. Должен был. Должен был. Дед, короче, с ума сошел. Все плохо. Господин Бранте, прошу вас. Молчи. Я велю тебе. Огонь очистит здесь все от твоей простолюдинской погони. Огонь. Огонь избавит Роберта от этого позора. Это ради сына. Ради моего сына. Ради меня. Уничтожить мещанскую погонь. Близнецы уже зовут меня. Я чувствую это. Чувствую. Молю, пощадите. Матушка начинает рыдать. Не в силах слышать это, ты забегаешь в комнату. Высокая фигура деда согнулась над кроватью матушки. В его руках горящая масляная лампа. Матушка лежит в постели и плачет. Позвольте вывести детей. Умоляю вас, господин Бранте. Твои шаги звучат громко. Дед поворачивается к тебе. Не мешай, некрс. Сделай хоть что-то полезное. Мирское здесь уже не важно. Важны грехи. А я грешен. Грешен! Они никого не простят. Меня буду судить. Там, у столпа. Я должен сделать хоть что-то. Я не хочу вечных мук. Уйди. Матушка рыдает. Дед в безумном порыве навис над кроватью. Рука с лампой дрожит. В его глазах абсолютная уверенность в своей правоте. Вдруг ты теряешься? А если он прав? И для спасения его души это единственный выход. У тебя есть мгновение, прежде чем произойдет непоправимое. Разумеется, мы помешаем сумасшедшему деду. Мы хотели поддерживать хорошие отношения с дедом. Но дед безумец. Тут уже дворянство не так важно. Помешать деду срочно. Ты упрямо смотришь на деда. Шагаешь к нему. Он с ненавистью глядит в ответ и кидает лампу на пол. Ты еле ловишь ее. Несколько горячих капель падают на ковер. Но тот не загорается. Стекло накалено. Ты обжигаешь руки, но удерживаешь лампу. Подлый выродок. Ты все испортил. Ты как твоя мать. Ты. 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 Дед замахивается. Ты зажмуриваешься. Вместо удара слышится глубокий выдох. Приоткрыв глаза, ты видишь, как дед бессильно оседает на пол. Его грудь тяжело поднимается. На лице презрение. Тяжелый вдох. Презрение сменяется страхом. Дед широко раскрывает глаза, будто удивляясь. Выдыхает. Его глаза стекленеют. Матушка шепчет молитву. Ее бьет крупная дрожь. Ты аккуратно ставишь лампу на прикроватный столик. Зовешь слуг. Они уносят тело. Истинная смерть. Дед больше не вернется. Остаток ночи вы с матушкой проводите в гостиной. Она крепко держит тебя за руку. Понадобится много времени, чтобы тень деда перестала мерещиться ей по ночам. Вот это поворот, слушай. Наутро отец возвращается из Этерны. Он сосредоточенно отдает распоряжение насчет похорон. В доме тихо и спокойно. Это не та мрачная тишина, что висела здесь долгие месяцы. Наконец-то вы можете спокойно выходить из комнат, не боясь натолкнуться на сумасшедшего старика. Грегор Бранте, глава вашей семьи, покинул мир. Но благородство-то повысилось. Ну как можно было не защитить мать и позволить сумасшедшему деду подобные выходки? Запас сил помог совершить героический поступок и спасти матушку. Увеличилась находчивость. Находчивость нужна сейчас главному герою, потому что он все еще простолюдин. Но благородство зашкаливает. Гибель деда. 1132 год. Твой дед, господин Грегор Бранте, навечно покинул мир и отправился к близнецам. Так, микрофон работает? Да, работает. Жесть вообще, игра суровая. Я не ожидал, что игра настолько жесткая. Последние почести. Вся семья потрясена случившимся в ночь гибели деда. Одно уже не изменить никогда. Твой дед, Грегор Бранте, мертв и больше не вернется. Фигура деда всегда нависала над семьей огромной тенью. Он был главой рода Бранте и влиял на всю жизнь семейства. Память о нем навсегда останется в душе каждого из вас. Отец, новый глава семьи, до сих пор не может занять опустевшее место господина Грегора за столом. Стефан запирается в бывшей дедовской спальне и ни с кем не разговаривает. Глория и Натан пугаются любого звука, который похож на стук трости. Матушка целыми днями молится в храме. Однако дома стало тихо и спокойно. Единственное, что гнетет тебя, предстоящий ритуал прощания с дедом. Отец берет с собой на прощание только Стефана, Натана и тебя. В ритуале могут участвовать только дворяне и те, кто могут ими стать. Матушка и Глория остаются дома. По пути вы все храните торжественное молчание. Только у самой гробницы его нарушает отец. Эта гробница когда-то была выстроена вашим дедом. И он станет первым, чье тело останется здесь навсегда. Первый дворянин в нашей семье. Сейчас наш долг провести для господина Грегора таинство истока крови. Так мы почтим его память и соединимся с ним как основателем дворянского рода Бранта. И у главного героя не получится провести ритуал, потому что в игре было написано, смотрите, смотрите, река крови. Ты становишься частью реки крови рода Бранта и навеки связываешь свою душу с предками семьи. Грегор Бранта отношение больше либо равно двум, а оно сейчас равно единице. От слов отца Стефан ободряется. Всю дорогу он крепко сжимает в руках дедову шпагу. Ее, согласно традиции, необходимо положить в нишу над саркофагом. Натан же выглядит еще более напуганным. Вы спускаетесь в гробницу по лестнице из белого камня. Внутри, в полутьме, на постаменте покоится саркофаг с делом деда. Отец собирается с мыслями, чтобы начать прощальную речь. Грегор Бранта, мой отец, своей непреклонной волей заслужил нашей семье дворянское звание. Он был судьей и верным слугой империи. Он жил, будто родился дворянином и никогда не отступал с этого пути. Он твердо шел к тому, чтобы семья Бранта обрела потомственное дворянство меча. И все ее отпрыски навеки стали благородными. Видит близнецей, я во всем следовал слову своего отца. Даже если однажды не смог поступить по его воле. Отец горько усмехается. Стефан бросает убийственный взгляд сперва на него, а затем на вас с Натаном. Ведь именно вы двое появились на свет от недостойного брака отца с простолюдинкой. Вы знаете, как чудовищно ваш дед ушел из мира. Его смерть не должна была стать такой. Но мы должны понять, что до самого конца он боролся за судьбу, в коротку, в которую верил. И он бы гордился тем, что семья провожает его по всем правилам дворянского ритуала. Стефан из-под лобья смотрит на отца, все еще сжимая в руках шпагу деда. Натан почти не слушает отца, нервно озирается, сложив руки на груди. Отец достает из-за пазухи узкий стилет и снимает перчатки. «Смотрите, дети, неглубоко надрежьте ладонь. Ваша кровь должна пролиться вот в этот желоб на стенке гробницы. Она будет течь здесь вечно вместе с кровью вашего деда. Предок и потомки станут едины». «Мы сольемся в реке крови и сможем получить последнее благословение от деда, истока нашей реки. Он ответит вам. Вы его часть, а он ваша». Отец быстрым движением проводит стилетом по ладони и подносит ее к выемке на стене. Передает стилет Стефану. Тот, не колеблясь, режет свою ладонь, не колеблясь, и повторяет отцовское движение. «Стилет достается тебе». «У стилета теплая рукоять. Ты замираешь и смотришь на свою ладонь. Участвовать в этом ритуале означает вступить в реку крови семьи Бранте, тебе, родившемуся и все еще остающемуся простолюдинам». «Благородство». «Одно из условий». «Может, все-таки получится. Благородство-то очень высокое. Готов ли ты назваться одним из наследников Грегора Бранте? Отец и братья пристально смотрят на тебя. Младший Натан поступит точно так же, как ты, и ты это знаешь». «Не-не-не-не-не-не. Последний шанс, видимо, дворянином стать из-за высокого благородства. Просим благословения. Но дед, мне кажется, откажет, потому что отношения с ним были испорчены. Но он сумасшедший был. Ты решительно подносишь лезвие к ладони и быстро надрезаешь кожу. Рана будто горит огнем. Но прежде чем смешать свою кровь с кровью отца и старшего брата, ты вслух обращаешься к покойному деду. Позволит ли дед тебе стать своей частью, присоединиться к потоку реки к крови семьи Бранта? Уверен, что нет. Ты слышишь недовольный вздох Стефана, но он молчит. Твои слова выражают почтение к деду и его воле, и брат не может идти наперекор старшему из рода Бранта. И в этот момент вы все застываете. Каждый из вас слышит громовой голос покойного деда, разносящийся по гробнице, но говорит он с каждым из вас в отдельности. Ты осмелился спросить меня напрямую? Что ж, ты заслужил ответ. Я бы не назвал тебя безнадежным. Хоть ты наполовину из подлого сословия, из тебя все еще может выйти достойный дворянин. Я позволяю тебе быть частью моей реки крови, но знай, я всегда буду наблюдать за тобой. Ты никогда не избавишься от моей тени за спиной. Не подведи меня, мальчишка. Голос мертвого деда смолкает. Ты смотришь попеременно то на отца, то на братьев. Все выглядят ошарашенными, кроме Стефана. Ты получил благословение старика. Ты капаешь своей кровью в выемку у стены гробницы. Она устремляется дальше по желобу, смешиваясь с кровью твоего отца и брата. Наступает черед Натана. Младший брат медлит. Отец пытается помочь ему, но Натан качает головой и все-таки надрезает кожу. К вашей крови в желобе добавляется и кровь Натана. Ритуал исполнен. Стефан с почтением целует рукоять шпаги и кладет ее в выемку над саркофагом деда. Затем все покидают гробницу. Так, улучшилось отношение с отцом. Снаружи вас встречает холодный свежий ветер. Отец останавливается и обнимает тебя, Натана, за плечи. Теперь ваша кровь, как и его, принадлежит роду господина Грегора Бранта. А и с братом отношения улучшились. Реки крови. Получено достижение. И смотрите, событие произошло. Хоть не было причастия дворянина. Хоть отношения с дедом были испорчены. Но все равно ты становишься частью реки крови рода Бранта и навеки связываешь свою душу с предками семьи. Значит ли это, что герой стал дворянином? Прощание с дедом оставило отпечаток на всей семье. Его слова из посмертия все еще эхом отдаются в голове. Ты стараешься не думать о той страшной ночи, когда погиб дед. Все чаще пропадаешь на улице с Томасом и прочими товарищами по школе. Мостовая у дома часто напоминает о другом твоем столкновении со смертью. Иногда, ступая по ней, ты вспоминаешь о девочке с удивительными глазами. Софья. И словно наяву слышишь страшный грохот копыт. Ты так и не видел Софью с того злополучного дня. Соседские дети рассказывают, что девочку отдали в услужение богатому аркнийскому роду. Оттоном. Вечерие. Сияющий столб бледно светится в темном небе. Ты выходишь из дома. Томас за ним мог, и ты решил проведать друга и поделиться новостями. Улица встречает тебя странным оживлением. Кони, плащи, неизвестные лица, негромкие окрики. По мостовой туда-обратно расхаживает молодой дворянин в расшитом тяжелом плаще, нервно сжимая рукоять шпаги. Тонкие черты голубокожего лица искажают злость. Аркан. Господин Оттон. Дома девчонки нет. Дом мы обыскали. Родители клянутся, что она сбежала и от них тоже. Они хотели ее вернуть. Доносятся до тебя. Дори Оттон. Хоть весь этот помойный квартал переверните, но верните мне мою служанку, она здесь. Софья сбежала от Аркна. Немыслимо. На всей улице есть только одно место, где можно надежно спрятаться, и это заброшенный дом семьи Моррель. Через четыре дома от тебя. Ты, стараясь не обращать на себя лишнего внимания, движешься прямиком туда. Покосившийся дом из почерневшего кирпича. В нем никто не живет уже лет двадцать. Вы с детства затевали в нем игры и прятались друг от друга. Не успел ты войти, как в сторону метнулась невысокая фигура. Ты узнал бы эти глаза, блеснувшие во мраке, даже если бы прошло еще четыре года. Софья стала куда старше. На ее уже почти взрослом лице застыл страх. Это уже не та беззаботная соседская девчушка, которую ты помнишь. Приглядевшись, Софья все же узнает тебя. Ах, это ты, Некрос. Тихо. Они все меня ищут. Я сбежала от младшего Оттона. За такое могут и малой смертью наказать. Но лучше это, чем еще день в этом рабстве. Я для него всего лишь вещь, игрушка. Тут Софья невольно сжимает зубы, а глаза будто вспыхивают желтым. Прибежала к родителям, рассказала, куда и к кому они меня отдали. А те сами за Оттоном и послали. Не хотят гневать господ аркнов. А ты? Выдашь меня? Приближается лай собак. Громкие голоса. Софья замолкает и спешит в темный угол. Не дождавшись твоего ответа. Уже близко шуршит плащ одного из слуг Оттона. Он что-то заметил и зовет других. Голосов становится больше. Дом окружают со стороны двора. До вас доносится один из голосов. Резкий, раздраженный, нетерпеливый. Ты сегодня уже слышал его. Если ты там, выходи сама и не смей дальше тратить мое время. Я прощу и верну тебя к себе. Ты же знаешь. А иначе вытащу отсюда заволосы. Молодой Аркан стучит рукоятью шпаги по старой двери. Еще мгновение, и он потеряет терпение. Софья замерзла. Ой, Софья замерла. Прижавшись к стене. Она бросает на тебя быстрый взгляд. Что собираешься делать ты? Твое сердце бешено колотится. А слушаешься ли ты Аркна? Посмеешь ли пойти против могущественного дворянина? Так, подожди. Помочь нельзя, потому что запас сил... А, находчивости нет, да? Ну, попробуем помешать ему. Ты собираешься с духом и медленно идешь к полуобвалившемуся дверному проходу. Софья остается у тебя за спиной. Молодой Аркан оказывается прямо перед тобой, насмешливо взирая на тебя с высоты своего роста. Никакой беглой служанки в этом доме нет, сообщаешь ты ему самым твердым голосом, на который способен. Ты что здесь делаешь, юнец? Я к тебе не обращался, прочь с дороги. Вот он, не нуждаясь в разрешениях, делает шаг через порог. Но ты решительно встаешь у него на пути. Ты же заверил молодого господина, что здесь никого нет. Почему он сомневается в твоих словах? Ты ведь помог ему. Сослужил службу. Ах ты выродок, я погляжу, у тебя много лишних жизней. Не давать проход Аркну. Оттон наотмашь ударяет тебя. Силы удара огромные, ты летишь на землю. Аркан обнажает шпагу, делает замах. Его останавливает крик слуги. Господин, вот она. Аркан резко поворачивается и быстро шагает прочь. Пока ты отвлекал Оттона, Софья выбралась из дома через заднее окно. Ты вскакиваешь и выпрыгиваешь за ней вслед. Маленькая фигура Софьи удаляется в темноте переулка. За ней бежит один из слуг Оттона. Еще рывок, и он нагонит девушку. И тут происходит необъяснимое. Магия. Софья страшно кричит. Вокруг нее снопом рассыпаются золотые искры. Слуга Оттона камнем падает на землю. Держась за голову. Софья замирает, словно сама не верит в то, что случилось. Что это? Рядом раздается крик Оттона. Так вот оно что! Ах ты дрянь! Магией владеешь! Поймать ее! Магия? Так Софья маг? Фигура Софьи исчезает в переулке. Погоня следует за ней. Но та уже растворилась в темноте квартала. Ты смотришь ей вслед. Увидишь ли ты ее снова? О погоне за беглой служанкой еще неделю говорит весь квартал. До тебя доходят слухи, что Софья удалось сбежать из города. Оттоны вне себя от бешенства. Так внезапно появившись, Софья снова надолго пропадает из твоей жизни. Благородство? Дела сердечные. Событие произошло. Год 1133. Лето. Кровавая проповедь. Тебе уже скоро 15 лет. Ты в одном шаге от взрослой жизни. Сегодня за обедом матушка взволнована. Она почти не ест. Вы с Глорией переглядываетесь. Сестра осторожно говорит, что хочет отправиться в лавку портного. Матушка вздрагивает. Сжимает кулаки. Нет. Не смейте сегодня выходить из дома. Я вам запрещаю. Сегодня под белым древом проповедует этот грязный еретик Фома. Видит близнецы. Я не желаю, чтобы вы это слышали. Вы с Глорией переглядываетесь. Фома – это имя патриарха. Главы всего духовенства провинции. Чтобы матушка так отозвалась о священнике, тем более такого высокого сана. Такое происходит впервые. После трапезы Глория приходит к тебе в комнату. На лице сестры хитрое выражение, будто затеяла проделку. Глория предлагает тайно выбраться из дома и пойти к белому древу. Нужно же своими ушами услышать, что за проповедь такая. Почему этот патриарх Фома так не нравится матушке? Вы оба уже взрослые и имеете право знать. Ты соглашаешься с сестрой. Незаметно от матушки ускользнув из дома, вы спешите к белому древу. Храмовый квартал переполнен. Вы еле пробираетесь через скопление людей, всех чинов и званий. Толпа собралась у самых корней древа. Глория предлагает забраться на крышу одного из домов, чтобы было лучше видно и слышно. Успели. С крыши видно, как на помост неспешно поднимается высокий седовласый священник. Одеяние его не под стать сану. Обыкновенная черная ряса. Однако, ступая перед толпой, он держит спину гордо, будто дворянин. За спиной патриарха развивается знамя, открытая книга. Это знак приверженцев новой веры, шепчется в толпе. Поднятые руки Фомы призывают к тишине, и она тут же воцаряется по всему кварталу. Патриарх начинает проповедь. Звучный голос раскатывается по всей площади. Речь Фомы о великой ошибке. Мы доверились уделам, как единственному пути к исполнению божественного замысла на земле. Но волю близнецов нам все эти столетия трактовал лишь человек. Пророк Изатис. Близнецы следят за нами, сияющего столпа. В этом нет никаких сомнений. Но как же мы можем быть так слепо уверены, что уделами действительно исполняем их волю? Не видим ли мы сегодня, как три удела Изатиса раз за разом не дают ответов, как должно жить, как должно жить? Что люди меняют данные ему дел, и не падают, пораженные божественным гневом? Каждый, кем бы он ни родился, человеком или аркном, простолюдином или благородным, сам должен найти свой удел, свой путь к богам. Отныне мы будем искать богов в их житиях, их поступках на земле, их словах, звучащих в нас. Прислушавшись голосу близнецов в себе, каждый сможет сам услышать, что боги хотят от него. Толпа перед белым древом пораженно внимает речам патриарха. Ты бросаешь взгляд на сестру. От слов Фомы на глазах Глории выступают слезинки. Но вдруг слышится грубый выкрик. Так если нету делов, то тварянина заставят работать в поле, а простолюдину дадут в руки оружие? Толпа начинает гудеть. Патриарх поднимает руку и набирает в грудь воздух для ответа. Из толпы на помост прыгает какой-то оборванец в лохмоте. В руке у него блестит нож. Взмах ножа. Из горла патриарха Фомы брызжет кровь. Он оседает. По помосту растекается темно-бордовая лужа. Глория зажимает рот руками, чтобы не вскрикнуть. Несколько мгновений тишины. Затем поднимаются крики. Люди мечутся. Храмовая стража пытается навести порядок. Старуха в рясе инквизитора тщетно зажимает патриарху рану на горле. Обнаженные клинки дворян. Лай псов. Давка. Плач детей. Площадь у древа кипит. Сверху видно, как на площади у храма начинается давка. Люди падают под ноги друг к другу. Слышны стоны, мольбы, крики. Глория тянет тебя за рукав. Пора уходить. Вы слезаете с крыши и бежите. Вы возвращаетесь домой в молчании. Матушка так и не вышла из своих покоев. Вас никто не хватился. Глория запирается у себя. Вы так и не обсуждаете увиденное. Страшно. Зато кровавую проповедь обсуждают за ужином родители. Неслыханное дело. Убийство патриарха, да еще и у всех на глазах. Жандармы и герцогская стража обыскали все трущобы и никаких следов того убийцы, оборванца. Не могу даже представить себе более тяжкого преступления. Ведь Фома погиб истинной смертью и уже никогда не вернется из посмертия. Как это? Почему патриарх не возродится? Ведь он же так близко к близнецам. Близок к близнецам. Так уж устроен мир, дети. Если волей близнецов ты наделен большой властью, то тебе нет надежды вернуться даже из первой смерти. Императоры, их могущественные вассалы, главы великих арканистских родов, в патриархе церкви, никому из них не суждено перерождение. Фома ушел навсегда. Я боюсь за его душу. Она потерялась в сомнениях. Возьмут ли теперь его близнецы на вершину столпа? Дети, нам нужно помолиться за патриарха. Сохраним надежду, что в момент гибели он вернулся к истинной старой вере. Надежда на это невелика. Последний вечер. Завтра тебе 16 лет. По имперскому закону ты вступаешь в права совершеннолетия. Время учебы в школе господина Тибора прошло. Теперь твоих знаний должно хватить, чтобы поступить в имперский университет и выучиться на судью. Завтра ты начнешь путешествие в Этерну. Вместе с тобой попытать счастье в столице империи отправится и твой друг Томас. Матушка и отец собирают тебя в долгий путь. Помни, сын, отныне у тебя нет другой цели, кроме поступления в имперский университет. Учителя не зря заставляли столько корпеть над книгами. Благодаря знаниям и усердию ты сможешь заслужить дворянство мантии, как я, как и мой покойный отец. Кто знает, может именно тебе суждено вписать имя Бранте в синюю книгу и сделать нас потомственными дворянами на веки вечные. Матушка озабоченно глядит на тебя и осторожно заговаривает. Роберт, но ведь у нашего сына есть не только этот путь. Твой первенец Стефан дворянин по рождению. Он и заслужит титул для рода Бранте. А наш второй сын отмечен близнецами. Удел священника ничуть не менее достоин его, чем шпага дворянина. Это уже не первый их спор из-за твоего будущего. Но матушка никогда не осмелится пойти против воли своего мужа и дворянина. Три. Ты примиряюще улыбаешься обоим. За спиной ты слышишь смешок Глории. Главное, не стань вторым Стефаном. И все будет хорошо. Матушка строго осекает Глорию. Ты подмигиваешь сестре. Натан же весь вечер грустно молчит и почти не ест. Когда вы стоите за стола, он вдруг бросается тебя обнимать. Не уезжай, Некрос, оставайся. Как я тут без тебя? Ероша, волосы младшего брата. Ты говоришь, что остаться никак не можешь. Зато обязательно вернешься с новыми историями. Все-все ему расскажешь. Еще и подарок из самой Этерны привезешь. Наставления получены. Вещи собраны. Завтра ты покинешь родительский дом. Это последний вечер дома. Ты обходишь комнату за комнатой. Гостиная, где матушка читала тебе сказки. Библиотека, в которой так часто пропадала Глория. Кабинет отца, святыня, куда ты попадаешь лишь по особым случаям. Задний двор, где летом ты учил Натана строить башни из камней и веток. Все такое привычное, знакомое, родное. Вернешься ли ты назад? Родные уже разошлись по своим покоям, но ты медлишь. Отец, матушка, сестра, младший брат. Ты так нескоро увидишь их снова. С кем ты проведешь последние часы дома? Так. Ну смотрите. С Глорией все вроде хорошо. Главный герой ее защитил. И она спокойно живет в семье Бранта. К матушке не получится пойти, потому что... Ну, благодарность-благодарность, но отношение так себе с мамой. Наверное... Наверное, надо пойти к отцу, потому что... Почему? Потому что отец... Наставление дворянского пути... Ну, в общем, как я уже говорил. Персонаж должен стать дворянином, поэтому пойдем к отцу. Ты застаешь отца в кабинете за чтением. Сколько ты его помнишь, он постоянно за своим огромным столом, весь в книгах, бумагах, письмах, читает их или пишет сам. Ты входишь в кабинет. Отец-испытующий смотрит на тебя поверх книги. Ты хотел бы побыть с ним этим вечером, послушать его рассказы об Этерне, о его собственной учебе, получить советы в дорогу. Отец заговорочически улыбается. Присаживайся, сын. Отец достает из шкафчика графин с золотистой жидкостью. Это ячменные виски. Благородный напиток. Думаю, тебе будет полезно распробовать. Отец ставит на стол два стакана, наливает. Ты подносишь стакан к рту. Виски обжигают губы и небо. Отец явно наслаждается напитком. Отец долго рассказывает тебе о своей бытности студентом имперского университета. Учиться ему пришлось среди богатых дворянских сыновей со всей страны. Временами ему, тогда еще простому мещанину, приходилось нелегко. Жизнь в столице он называет трудной, опасной и полной соблазнов. Тебя выходы в свет тоже не минуют. Надеюсь, сын, ты не потеряешься в дворянском обществе. Хоть ты и не обучался в пансионе, как твой старший брат, но школа и родительское воспитание тоже кое-чего стоят. Чему бы еще научить тебя напоследок? Отец вспоминает столичные балы времен своей юности. Или балы. Встав из-за стола, показываю тебе пару движений. Невероятно сдержанно. Одни только поклоны и шаги в стороны. Партнеры даже не касались друг друга. Впрочем, смеется отец, в ту пору молодым людям хватало и одного взгляда из-под ресниц, чтобы сердце билось быстрее. Ты, понимающий, киваешь. Это чувство тебе уже знакомо. С танцев отец вдруг переходит на тему, на которую вы не говорили никогда. Он рассказывает тебе об Амалии Эль Борн, матери Стефана, своей первой жене. Ты слушаешь пораженное внезапным доверием. Ах, Амалия Эль Борн, хищная птица на баллах, на баллах Анизотти. Всем хотелось ее приручить. Такие дамы впечатляют с одного взгляда. Твой дед только краем глаза ее увидел, а уже пошел к барону Эль Борну сговариваться о свадьбе. Конечно, я был восхищен ей и горд собой, но... Я ожидал, что Амалия возродится после родов. Но этого так и не случилось. Сейчас, глядя на это сквозь годы, я вижу за этим божественный промысел. Иначе я никогда не создал бы семью вместе с твоей матерью. Сколько я утерпел от отца за решение жениться на Лидии, но она и только она, сердце нашей семьи. Уже близится рассвет. Давно пора отдыхать перед долгой дорогой. Прежде чем уйти в свою спальню, отец крепко обнимает тебя. Я так горд, что ты достиг совершеннолетия, сын. Ты способен на большие дела. Никогда об этом не забывай. Ты ложишься с легким головокружением. Этот ночной разговор о твоем будущем, об отцовском прошлом, надолго останется в памяти. Благородство плюс два. Максимальное благородство. Максимум благородства. Отъезд из дома. Ты надолго покидаешь родительский дом. Тебя ждет юность в столице империи. Этерни. Конец отрочества. Это была последняя ночь дома. За воротами уже стоит экипаж, готовый везти тебя в столицу. Лошади бьют копытами по мостовой, будто зовут скорее в путь. Обернувшись на родительский дом, ты вспоминаешь отроческие годы, проведенные в нем, в окрестных дворах, в школе, на извилистых улицах Анизотти. Ты пережил столкновение с большим миром, испытал трепет первых чувств, освоил школьную науку и уроки улиц, изучил город, в котором родился, и прикоснулся к его истории. Сам стал свидетелем событий, которые потом войдут в исторические книги. Все это теперь с тобой навсегда. Ты видел смерть, малые смерти и последующие возрождения, истинная смерть и уход без возврата. Смерть выжидала нужный момент, как зверь нападала из засады, когда никто этого не ожидал. Искаженное лицо деда в огненных сполохах лампы. Кавалькада герцогских всадников, сметающая все на своем пути. Взмахи окровавленной шпаги старшего брата. Смерть с ранних лет стала твоей постоянной спутницей. Но ты живешь дальше. Ты прошел эти годы рука об руку с другом. Томас научил тебя многому держать удар, держать слово, быть верным себе. Вот и сам Томас шагает к экипажу с тяжелой сумкой через плечо. Друг останется рядом и сейчас. Тебя ждет долгая дорога в столицу, навстречу взрослой жизни. Впервые ты окажешься вдали от семьи и дома. Что впереди? Завершена вторая глава, господа. Игра поражает. Действительно поражает. Это как читать литературу. Так. Ага. Личные качества, с которыми ты покидаешь отрочество. Так, погоди, а тут что написано? Теперь они соединятся с качествами из детства и превратятся во взрослые качества. Угу. Запас твоих внутренних сил и число малых смертей. Запас сил есть. Продолжить. Родной город остался позади. Я отправился в столицу империи, чтобы найти свое место в обществе. Глава третья. Юность. Отъезд из дома. Челчок поводив. Экипаж, медленно покачиваясь, отъезжает от дома. Ты высовываешься из окна, машешь на прощание родным. Натан бежит за каретой вместе с братишкой Томаса. В обоих на глазах слезы. Покидать дом нелегко. Об Этерне, столице империи, ты много читал, слышал от отца и Стефана. Этот город, какой он на самом деле. Больше Анизотти в несколько раз древнее, богаче и красивее. Но какая жизнь ждет тебя там? Чему ты будешь учиться и куда тебя приведут твои поступки? Вы минуете старые стены Анизотти. Где-то там осталась ваша с Томасом крепость из старых досок. Теперь она принадлежит вашим младшим братьям. Вы выросли. Может, крепость развалится без должного ухода. А может, младшие достойно продолжат ваше дело. Кто знает. Ты опускаешь взгляд на свои руки. Костяшки сбиты от уличных проделок. В пальцы въелись чернила. Грудь греет крест, который матушка дала тебе в дорогу. Семья рассчитывает на тебя. Каждый из родных видит твой путь по-своему. Но они остаются позади. В Анизотти. Теперь-то, какой дорогой ты пойдешь, зависит только от тебя. Ты готовился к этой поездке с самого детства. Впереди годы юности в столице, которые определят всю твою судьбу и место в обществе. Дипломатия. Ага. Новые личные качества. Это ваши личные качества во взрослом возрасте. Которые останутся с вами на всю жизнь. Они складываются из качеств, которые вы набрали в детстве. И отрочестве. В большинстве проверок вам понадобится значение от 10 до 16. Значение 17-19 потребуется для совершения редких и особо сложных поступков. Максимальное значение 20 дает вам только шанс совершить одно выдающееся деяние. Значит, чуткость плюс благородство получается дипломатия, подающая надежды. Ну, не супер, но и неплохо. Итак, дипломатия, знания, имперских законов, связи и влияние во властных кругах и в высшем обществе. От этого качества зависят твои возможности договариваться с важными людьми. Наиболее важно для судьи. Так, подающие надежды. Оооо, а вот это круто! А вот это вообще круто! Смотри! Доблесть Твои воинские таланты, мощь в битвах и поединках, влияет на способность вести сражения и командовать войсками. Наиболее важен для судьи. Доблесть и дипломатия. Дипломатия, конечно, средника, но доблесть просто зашкаливает. Так, значит, значит, что тут? Жизненные пути, один из которых ты сможешь выбрать, избрать в этой главе. Путь безудельного Ты остаешься в низком сословии и начинаешь искать свой собственный путь в мире. Условия остаться просто людином. Не очень. Путь священника Ты поступаешь на учебу в семинарию, чтобы стать священником и перейти в сословие духовенства. Путь дворянина Ну, все есть, осталось только поступить в университет. Дипломатия 10+, доблесть 10+, доблесть 18 у персонажа. Ты поступаешь на учебу в имперский университет, чтобы стать судьей и дворянином мантии, как твой отец и дед. И тут есть еще четвертый Четвертое Событие Истинная смерть Твоя земная жизнь окончена Ты навсегда покидаешь мир и отправляешься на суть близнецов Ничего себе, игра жесткая. Уже на третьей главе Персонаж может окончательно погибнуть Офигеть, конечно Так Можно игру сохранить? Можно На этом, дорогие друзья, пожалуй, все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки Чтобы не пропускать новые видео Всем хорошего настроения И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok